Продолжение следует... Сегодня об нехитром бытии участников ралли Докар. Ну, вот утро начинается, или вечер начинается в палатке. У каждого спортсмена команды Камазмастера есть вот такой списочек, любезно подготовленный отделом маркетинга. Володя Егоров занимается этим вопросом. Где основные вещи, которые ни в коем случае нельзя забывать. У тебя на гонке должна быть футболка 12 штук, пол с длинным рукавом 3 штуки, жилет, куртка, кепка в такую жару, как была, например, вчера. Это очень важный предмет гардероба. Шапка вязаная, очень пригодится нам в Боливии, в горах, когда вечерами будет очень холодно. Бандана, ну и так далее. Вот шорты, комбинезон для тех, кто занят на работах с машинами. Свитер тоже есть в списке одежды. Кроссовки, аж две пары. Это тоже важно. Например, в первый день был проливной дождь в Буэнос-Айресе, кроссовки все еще сохнут. Отмечу, что очень долго сохнут почему-то вещи. Высокая влажность и быстро высушить вещи не получается. Второй день эти кроссовки сохнут. Полотенце. Белье. Белье из практики Дакара, из своей практики, знаешь, что лучше брать такое, что ты его просто выбрасываешь. Конечно, нет возможности стирать, нет возможности его высушить. Нужно брать необходимый запас носков и прочего белья, чтобы просто выбрасывать, к сожалению. Что у нас еще? Нитки. Иголка. Циклот, так называемый фонарик. Очень важная вещь, если ты вечером пошел куда-то, может даже в столовую, если не освещено, то запросто можешь быть неувиденным кем-то из участников Дакара. Это очень опасно. Лучше обозначить себя. Во-первых, и себе видно дорогу, и тебя видно издалека. Сегодня мы поставили палатку в тихом месте. Обычно плохо, если соседи с тобой мотоциклисты. Они начинают ближе к утру испытывать то, что наремонтировали за ночь. И стоит нестерпимый грохот. В каком случае могут понадобиться беруши в уши, и ты более-менее ничего не слышишь. Вот этот шум генераторов, который сейчас на заднем фоне, это постоянная музыка Дакара. Рассказывает, что спортсмены некоторые не могут после Дакара заснуть в домашней тишине. Не хватает уже вот этого звука, привычного уху спортсменов. Ну и дальше по списку здесь, это уже зависит от того, чем ты занимаешься на гонке. Ну у нас с Антоном это фотоаппарат, съемочное оборудование, диктофоны. У спортсменов комбинезон гонщика, боты, шлем, перчатки гонщика, подшлемники. Мешок для куртки. Ну в общем, достаточно весомый такой большой список. Что еще нужно каждому, кто в общем-то находится в Аргентине? Русско-испанский разговорник. Лучшее место, чтобы практиковаться в языке. Ну и под рукой словарик. Это полезно. Логистика ралли расписана вот в этой книжице, которую выдаёт организатор. Это очень полезно. Видно, какой день, какие ли озоны, какой спецучасток. Это для мотоциклов, это для автомобилистов, это для грузовиков. Картина дня примерная. Высоты, грунты какие на дороге есть. Какая полезная книжка. Мыльно-умывальные принадлежности. Паспорт. Бережем его, как зеленицу ока. Солнцезащитные очки. Очень пригодятся нам в уюне. Солнцезащитный крем, чтобы не обгореть. Ну, ноутбук почти у каждого. Лучше иметь запасной. Помню, как один ноутбук уронили, и второй пригодился. Еще одна штука полезная. От Володи Егорова. Опять ему придаем привет. Возможность зарядиться в любом месте, в любых условиях, в отсутствии электрической сети. Ну, обычно палатку никто не расставляет, потому что это потеря около 20 минут, ценных минут времени. Во-первых, чтобы ее поставить. Во-вторых, чтобы ее собрать. К тому же, это жарко спать в палатке. Ребята обычно ставят вот такие раскладушки и спят на открытом воздухе. Опять же, раскладушку лучше поставить около деревьев или около каких-то видных издалека предметов, или в освещенном месте, чтобы, не дай бог, ночью кто-то не поехал испытывать свой квадроцикл и не переехал, и не въехал в этого спящего человека. Ну, а в целом, о том, как устроен бивак команды, нам расскажет Вячеслав Мизукаев. Слава, мы можем тебя называть комендантом бивака? Нет. Лучше не надо. Ну, да, на самом деле, я отвечаю за расположение нашей всей техники на биваке. То есть, как она расставлена, по какой схеме. То есть, у нас... Схема, она есть, она прямо жестко начерчена в автокаде отделом конструкторов, я видел. И надо... Кроме шуток? Да, да, схема в виде конструкторского чертежа, она разработана. Все автомобили стоят согласно схеме. Но у нас есть, как бы, схема, та, которая наиболее удобна нам. То есть, вот, сегодня у нас автомобили стоят четко по утвержденной и самое удобное расположение для нашей техники. Ну, давайте начнем с того, что они расставлены четко в линию, бампер в бампер. И вот если взять там перспективу, то отпадения минимальные. Это с чем-то связано или это просто порядок? Как Сергей Куприянов, который сейчас выступает в Африке, говорит, что внимание к деталям, внимание там вот каждому сантиметру, это и есть составляющая успеха команды. Вот это из этой серии, правильно? Я полностью согласен с Сергеем и поддерживаю то, что что-то любое серьезное начинается с мелочей. Мелочи и, ну, даже с мелочей. А расстановка техники, вот то, что, кроме того, что она ровно расположена, допустим, ящики инструментальные относительно их, все это, это эти расстояния, эта расстановка позволяет удобно работать. То есть, расставляя так автомобили, мы знаем, что нам до каждого узла и агрегата хватит электричества подведенной, хватит провода электрического, хватит пневматических шлангов, чтобы обойти машину с любой стороны и осуществить любой ремонт. Кстати, нельзя смешивать инструменты из разных ящиков, правильно? Нельзя совершенно, они все отмаркированы, у каждого ящика сами ящики подписаны, и каждый инструмент с каждого ящика обозначен отдельным цветом. Вот эти пологи под машинами, они даже моются в середине гонки, это удобно, если что-то упало, оно не пропало. Полога моются даже чаще, когда, если, допустим, сегодня продолжался бы дождь, они были бы более грязные, то, конечно, на завтрашнем биваке, приехав технички, мы в первую очередь бы начали, после того, как их разложили, начали бы их мыть и приводить к культуропроизводство. А назначение вот этих трех машин, даже четырех, вот эта машина Фарита Веча Бодреддинова, она предназначена для перевозки крупных запчастей, этот автомобиль, его основная функция – это эвакуатор. То есть эвакуатор – это автомобиль, который в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, но такие все равно, на гонке все равно бывают, случаются, и бывали годы, когда нам приходилось вытаскивать со спецучастка наши спортивные автомобили, вот как раз этой функцией… На жесткой сцепке он тащит, очень мощная машина. Здесь достаточно очень мощный мотор, здесь надежная конструкция, он готов вытащить как с песков, так и из любого бездорожья. И поэтому здесь минимум запчастей, да, здесь есть кое-какие такие тяжелые крупногабаритные запчасти, личные вещи, минимум колес. Ну вот сейчас покажешь нам, где лежат личные вещи экипажников, вот в таких удобных отсеках, в автомобиле водителем, где является Николай Страхов. Это основная наша техничка рабочая, где расположены и верстак, и очень много, практически основная масса запчастей находится именно в этой техничке. И вот в этих удобных стеллаж специально с ячейками, где экипажникам, у каждого экипажника здесь личные вещи, то есть сумки с личными вещами, им выделяется по полторы ячейки, потому что у экипажников очень много спортивной еще экипировки, в отличие от тех, кто в группе ассистанца. У них комбинезоны, спортивное белье, шлема, все это дополнительно требуется, какое-то место, поэтому у них чуть-чуть побольше, в отличие от всех остальных. И с двух сторон здесь как раз расположены все члены экипажа. Здесь же в этой машине что-то вроде передвижного мини-завода для ремонтов. Кстати, по ходу дела давайте все сомнения насчет того, для чего эти краны. Развеем лимонад «Буратино». Лимонад челнинского производства, то есть отпив глоток этого лимонада, каждый может почувствовать себя на какое-то мгновение дома. Но стараемся быть краткими. Вот идем в сторону кухни и проходим мимо вот этого замечательного автомобиля, это гостица на колесах. Жилой модуль для комфортных условий отдыха экипажей, пилоты и штурманы. По приезду со спецучастка и приезду на бивак здесь имеют возможность в хороших условиях в кондиционированном помещении. Ну да, им надо быть свежими с утра и выключимся. То есть переодеться, принять душ, то есть там чай попить, если и... Ну, репортаж об этом автомобиле изнутри мы делали в прошлые годы, и если кто захочет, он может вернуться и посмотреть. А сейчас предлагаю пройти и посмотреть на приготовление сегодняшнего нового супа. Руслан, кстати, постоянно работает над меню и каждый год у нас все разнообразие и разнообразие. Вот Руслан. Сегодня у нас гречневый суп, я никогда такое не ел еще, но вот Руслан сегодня нас всех угощает такой вкусной домашней едой. У нас еще есть массажный кабинет, массажный кабинет, о нем мы расскажем чуть-чуть позднее и поподробнее. Видите, специальные станки, вот на этом краткую экскурсию мы сегодня закончим. Дима, ну ты сегодня выступил в роли бомберос, так называются местные пожарники. Расскажи поподробнее, что случилось на трассе. Ну, мы ехали в спецучасток, нас обгонял автомобиль МАН, но он стартовал в 10-м, а мы знали, что за нами стартует машина Рено. Рено, оказалось, ехала следом, зацепилась за МАНом. Пришлось ее тоже пропускать, так как они все активно сигналили. И мы пристроились просто за ними, ехали за их пылью. На этой трассе, если кто-то за кем-то цепляется, трудно от кого-то уехать. И мы видели машины все, двигались впереди нас и в одном из поворотов. Ну, это примерно было где-то середина дистанции, наверное, 200 с чем-то километров. И просто был крутой закрытый поворот. И, скорее всего, он просто был неожиданный. И мы когда ехали, повернули уже поворот, увидели, что машина Рено стоит на обочине, но она уже развернута навстречу, и у нее помятая кабина, и она загорелась, задняя часть у них полыхала уже очень сильно. Людей на улице, наружу, наружу не было. Мы как бы испугались, что люди не пострадали, потому что начался сильный пожар, остановились, выбежали с огнетушителем, увидели, что экипаж выходит, и они вроде как в порядке, мы им помогли. Немножко с огнетушителем, но этих огнетушителей эффекта уже не было, потому что машина очень сильно разгоралась каждые секунды. У них водка, я так понял, пластиковая, все загорело очень быстро. И они свои огнетушители использовали, но это никак не повлияло, поэтому... Машина загорелась. Да, очень быстро это все, мы буквально за ними ехали и подъехали, и уже через несколько минут начали колеса взрываться, поэтому, я думаю, там машина просто сгорела, и они уже сами... Но она сгорела дотла, мы видели фотографии. Да, потому что они уже сами стояли, экипаж, когда мы уже поняли, что все, они нас поблагодарили, и уже один из них начал снимать на телефон, они поняли, что... Насколько я понимаю, он все равно вернут время, потраченное на остановку, на помощь. Ну, будем надеяться, что да, что... И скажи, непонятно, от чего загорелся, может быть, от тормозов, а может быть, от вот этого переворота, неясно, да? Ну, сейчас говоря, непонятно, что с ним случилось, но... Но это знаменитый Ван Ден Бринг, который, между прочим, выиграл ралли Марокко в этом году, и не такой уж новичок. Машина очень горячая, у них сзади там какие-то радиаторы, насколько я знаю, стоят, но и тормоза нагреваются очень сильно. Я думаю, они стояли на траве, может быть, это моментальное возгорание какой-то травы. Может быть, забилось что-то в радиаторы там? Ну, все может быть, потому что и ветки, и сухая эта трава, мгновенно загорается, жара сильная. У нас же тормоза, мы пока стояли, тоже дымились, поэтому... Но в целом, по участку, его сегодня сократили? Ну, сократили, это никак не сказалось, потому что он такой полноценный рабочий получился. Он, конечно, извилистый, более классического ралли, и сегодня, наверное, преимущество имели, как бы, так называемые, раллисты, кто очень хорошо выступает. Они сейчас такие, как Стэйси, там, Вилагра тоже ожидалось, что они покажут хорошее время. Вилагра был хорош, да. А и был небольшой трофейный участок сегодня, грязи немного, да? Ну, это был небольшой кусок, все просто объехали его, ну, так было, да. Ну, неохотно туда все лезли, в эту грязь, потому что понимали, что это забиваются и тормоза, и нужную машину. Скажи, ты мог успокоить болельщиков российских, что сегодняшний результат, он вполне себе нормальный, и ничего катастрофичного в этом отставании. То, что вы сегодня восьмой, девятый, десятый, тринадцатый, соответственно, ничего нет в этом стране. Ну, это только начало гонки, гонка длинная, и сегодня просто нужно было не потерять много, поэтому, ну, так говорится, можно потерять больше, чем выиграть, поэтому сегодня нужно было вкатиться, почувствовать, ну, как бы, немножко раскладку сил, почувствовать машину, может быть, где-то что-то надо будет поменять настройки там. Насколько я понимаю, с тормозами придется поработать. Ну, да, есть вопросы, не совсем мы довольны, то есть сегодня пробовали, искали, ну, есть вопросы, надеюсь, устраним, и все будет нормально. Хорошо, удачи вам завтра. Спасибо.